Что у нас есть Бог, который сотворил небо и землю. Посмотри в окно. Это его небо. И это наше небо. И это наше небо. Это его деревья. Это его деревья. И это наши деревья. Он это сделал для нас. И мы ему служим. Этому великому Богу. И это самое великое откровение. Это самое лучшее откровение. Вы здесь или нет? Как-то хочется улыбки ваши видеть. Это восторг, что ли. Лехен, сейн, eure begeisterung. Знаете, вот это как раз и вся проблема нас, людей. Это проблема у нас, людей. Мы большую часть своей жизни слепы. Мы обмануты. Мы обмануты. Потому что Дьявол враг душ человеческих. Потому что Дьявол враг душ человеческих. Он работает днем и ночью. Он работает днем и ночью. Для того, чтобы нас обманывать. Даран, чтобы мы были слепыми. Чтобы мы не видели того, что Бог делает для нас. Чтобы мы не радовались каждому дню. Чтобы мы не радовались даже, когда нам трудно. Чтобы мы не радовались даже, когда нам трудно. Когда что-то произошло, то, что мы не хотели. Но мы, если мы не слепы. Но мы, если мы не слепы. Мы знаем, кто стоит за нами. Если мы с Ним. То Он будет с нами. И это наша радость. И все, что было неправильно. И все, что было неправильно. Бог сделает правильно. Если мы будем с Ним. Вы знаете, мы много времени слышали различные учения о процветании. И, вы знаете, мы много времени слышали различные учения о процветании. Ну, не в нашей церкви. Also, не в нашей церкви. Везде, где мы только смотрим какие-то проповеди. Было время такое. Хотя у нас тоже было такое время. Где мы всегда говорили, придешь в церковь, все будет хорошо. Придешь в церковь, все будет хорошо. Сейчас мы говорим, придешь в церковь, все будет плохо. Хочешь еще в церковь? Не хочешь? Пойдешь в ад. Там будет еще хуже. Поэтому приходи в церковь. Понимаете, но сейчас время такое пришло. Весьте, но сейчас такая же время. Где все-таки мы, как церковь, должны быть зрелыми. Мы должны понимать, кому мы служим. И каждый раз, когда мы видим этот свет Божий. И все творение Божие. Мы должны осознавать величие нашего Царя. Мы должны осознавать величие нашего Царя. Он больше всяких проблем на этой земле. И он наш Бог. И у нас есть эта привилегия, Ему служить. Вы со мной. И это так чудесно. Это так здорово. И этим кончаются все споры и дебаты. И damit enden все все споры и дебаты. Вы знаете, Иофф долго спорил с Богом. Вы знаете, Иофф долго спорил с Богом. И его друзья ему много всего рассказывали. И его друзья ему много всего рассказывали. И потом Иофф увидел вот это величие Божье. И он говорит, все я понял. И он говорит, ничего мне больше не нужно. И все живет, мой Скупитель. И мой Иллиза lebt. Я был доволен. И он говорит, все я понял. Вы знаете, что Бог сказал? Бог в конце сказал, Иофф был прав. Иофф был прав. Он молодец, потому что он все понял, потому что он все понял. Да или нет? Да или нет? Итак, тема сегодняшней проповеди. Мы идем по принципам дальше. Дерево узнается по плодам. Это очень важный принцип. Об этом сказал Иисус. И это одна из проблем людей. Мы не хотим определять что-то по плодам, потому что нам хочется сразу взять. Знаете, такой старый анекдот, который у нас был еще в Советском Союзе. Не знаю, наверное, у немцев, которые здесь родились, не знают такой анекдот. Это как советское правительство дало Китаю, выделило много картошки семенной, чтобы семя было. У них там был голод. И советское правительство выделило много, много, много картошки семенной. И они научили их сажать картошку. И вот Китайцы посадили эту картошку. И, ну, все довольны. И все будут счастливы. И все будут сыты. И все будут сыты. Приходит осень. И из Китая приходит телеграмма. Мы умираем с голодом. И советское правительство не понимает. И они выслали комиссию. Хотят посмотреть, сколько они собрали урожая. И комиссия начала копать там. Потому что ничего там не было. И они спрашивают их, как вы сеяли. И они sagt почему вы так быстро выкупали. И они сказали, когда годы и хочет. Тогда мы не дожидаемся плода. Но я этот анекдот так рассказал, неинтересно. Но вообще это очень интересный был анекдот. Закопал. И через два дня выкопал. Потому что аппетит. И так мы рассуждаем вообще обо всем в этой жизни. Нам не хочется ждать. Мы хотим сразу определить. Но это неправильный масштаб. И принцип, о котором нам нужно знать. Что все определяется по плодам. Иисус в седьмой главе очень важную фразу сказал. В Матвея 7.17 Так всякое дерево. Приносит и плоды добрые. И худое дерево. А всякое дерево доброе. Приносит плоды доброе. А худое дерево приносит плоды худые. не может дерево доброе приносить плоды худые. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Und weiter sagt Jesus in diesem Kapitel ihr erkennt die Propheten an ihren Früchten. Nicht jeder, der zu mir sagt Herr, Herr kommt in das Reich der Himmel. Hier habt ihr die Antwort welche Kirche von Gott ist und welche Kirche nicht von Gott ist. Welche Kirche richtig ist und welche Kirche nicht richtig ist. Nach den Früchten wird alles erkannt. Und Jesus hat es sofort gesagt schon vor 2000 Jahren und die Gläubigen müssen schon lange erkennen какой Plod welche Frucht hat mein Glauben. Nach meiner Geburt hätte ich ein Lutheraner Lutheranischen Glauben haben sollen. Man hat mich getauft in der Lutheranischen Gemeinde weil meine Mutter war Lutheraner weil meine Mutter Lutheraner mein Opa war Lutheraner und von der Seite und von der Seite des Vaters waren alle Mennoniten Mennoniten sind wie Baptisten und mein Vater aber mein Vater war ungläubig und deshalb wurde ich automatisch wie meine Mutter ein Lutheraner. Und als ich 18 Jahre alt geworden bin bin ich extra nach Kasachstan geflogen in die Lutheranische Gemeinde um konfirmiert zu werden. Das ist wie Taufe bloß ohne Wasser. Und für mich war das eine ganz wichtige Sache in meinem Leben. Und als ich aus der Armee gekommen bin hatte ich ein Ziel Lutheranischer Priester zu werden. Und ich bin in die nächstgelegene Lutheranische Gemeinde gefahren das waren 600 Kilometer von unserer Stadt. Das war in Riga. Und ich kam in diese Lutheranische Gemeinde und ich bin ein Deutscher und ich bin Lutheraner und ich will ein Lutheranischer Priester sein. Und ich kam in diese Gemeinde und ich habe jedes Wort aufgefangen auf meiner heimischen deutschen Sprache. Wir sind ja Deutsche. Ich glaube, ihr versteht mich alle. Ich muss jetzt nur aufzählen. Russische, Belorussische, Ukraine, Kazache, Türke, Töne. Wir haben auch, Gott sei Dank. Wenn er seine Nationalität hört, etwas passiert. Etwas passiert. Oh, mein! Ach, wir! Nache! Unser! Und so saß ich in dieser Kirche. Die Teitsche Sprache. Auf Teitsche. Und ich habe versucht, jedes Wort aufzufangen. Und dann hat sich der Gottesdienst war an zu Ende. Und ich kam zu dem Priester. Ich kann mich noch an seinen Namen erinnern. Und ich sagte ihm, ich habe so ein Ziel. Ich habe so ein Traum. Und ich habe noch so ein Problemchen. Und er sagte, lass uns beten. Und wir stellten uns auf die Knie. Sложили руки. Falteten unsere Hände. Und er betete. Mit mir gemeinsam. Vater, unser! Geheiligt sei dein Name! Und so weiter. Und ich stand auf von den Knien. Und ich fuhr nach Hause. 600 Kilometer. 600 Kilometer. Und habe immer darüber nachgedacht. Was hat sich verändert? In meinem Leben. Und nach ein, zwei Wochen. Ich habe verstanden. Nichts. Aber ich war doch bei den meinen. Aber kein Resultat. Patriotismus. 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 Oh! Ohne Ende. A Resultata. Aber kein Resultat. Ich bin doch Luteraner. Ich bin doch Luteraner. Знаете, когда ich столкнулся mit Baptisten. Ich sagte ihm, was erzählte ich ihm? Ich bin ein Luteraner. Ich bin ein Luteraner. Und sie sagten, aber wir sind Baptisten. Ich verstanden, sie haben auch ein Selbstwertgefühl. Und dann sagte ich, ich bin ein Deutscher. Und sie sagten, wir sind aber Russen. Und ich verstanden eine wichtige Sache. Ich brauchte die Sprache. Ich brauchte die Sprache. Ich brauchte die Sprache. Ich brauchte die Veränderungen. Ich brauchte die Veränderungen. Ich brauchte die Veränderungen. Und ihr wisst ihr, meine liebliche Stelle in Smolensk? Das war der Orthodoxe Zahn. Nein, nein, die Kirche. собор кирпич кирпичу православный забор это хорошо и там был такой двор если кто-нибудь был смоленске то это самое высокое место в городе и оттуда видно весь город у нас видма не гансы штат и на верху стоит этот собор там и там можно было сидеть на скамеечке и всегда туда приходили свидетели иговы они ловили там своих потом приходили туда баптисты они ловили тоже кого-то но иногда появлялись там православные но православные в основном заходили в саму церковь но иногда там были субботники и всегда там были какие-то дискуссии и мне это нравилось и однажды прошло время и я все-таки зашел в баптистскую церковь и когда все встали на колени и стали молиться и я понял что-то происходит во мне что-то происходит в мне что-то происходит меня начинает мучить совесть и с другой стороны я ощущаю что Бог ко мне как-то особенно расположен и я вышел с этой церкви и я подумал что-то меняется что-то изменилось есть плод маленький но плод но плод но плод но плод и потом я пришел еще раз и еще раз и еще раз и еще раз или просто взрыв или просто взрыв плода просто вот все так было по-другому внезапно все поменялось все поменялось я вдруг понял что я люблю людей я стоял в этот день с заплаканными глазами у меня тихо слезы Бог был со мной я ощущал это прощение моих грехов но что интересно было я смотрел на людей и они мне нравились вот интересно знаете это я может быть чуть-чуть еще коснусь моего прошлого может кто-то меня понимает кто-то нет когда ты живешь с другой культурой в другой стране то все кого ты видишь они не твои понимаете меня чуть-чуть они не твои я так жил в Казахстане это все были не мои нет речь не в Казахах речь шла во всех все кто там был это были не мои знаете кто были мои все кто говорили по-немецки у которых были вот эти дома вот этот двор знаете такой немецкий кто меня понимает в Казахстане ну вот все так и так все по-немецки и все так вот вот это наши а все остальные нет и вот с этим чувством ты живешь и потом мы переехали в Россию и ну там тем более все не мое и ты привыкаешь к этому нет у тебя нет неприязни к этим людям ты тебе нравится с ними быть но они все равно чуть-чуть не твои понимаете кто меня понимает вы понимаете это это такой ну национальное такое чувство das ist das ist ein so ein национальное Gefühl понимаете вот как как может Artur Jan который я помню когда стройка была я ему Artur Jan давай лесенку принеси лесенку и он побежал ну надо было бы он куда-то убежал потом через какое-то время пробегает скажи а что такое лесенка ну понимаете ему плохо себя чувствовать своим здесь ему плохо чувствовать себя своим это schwer себя я я себя кухи 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 но когда ты принял Иисуса Христа вдруг у тебя и все свои и всех любишь и тебе все равно кто он и тебе все равно какое у него прошлое и тебе все равно что он кушает и тебе все равно как он выглядит и ты даже сносишь все его запахи потому что он потому что он твой знаете почему он твой потому что Иисус вдруг твои мозги вы со мной да или нет давайте вас дадим нашему господу и это плоды плоды нашей жизни мы часто хотим что-то сказать это вот так это вот так но это глупо делать какие-то заявления не зная плодов и так смотрите первый пункт надо уже заканчивать проповедь а то я только начинаю и сейчас побежим бегом это краткосрочные плоды это плоды которые еще не созрели которые мы видим с первого взгляда и смотрите я особенно опять хочу обратиться к молодежи это принцип вашей жизни должен быть человек должен ну как мы определяем человека и он должен быть доволен всем да или нет как мы определяем человека правильно он живет или неправильно что в его жизни ну надо его определить или нет и в вашей жизни это всегда будет большой вопрос вы будете встречать людей в школе в университете на работе и всегда дьявол вам будет говорить смотри как он доволен он не ходит в церковь он не верит в Бога он не верит в Бога но он доволен это краткосрочный плод и это краткосрочный плод ты видишь что у него вроде как все хорошо потом ты видишь что он успешный в своей работе он это делает лучше даже чем ты у него получается у тебя не получается а у него получается и это как бы краткосрочный плод и это как бы краткосрочный плод понимаете или он успел он любим среди друзей его любят кажется ну классно потом у него есть подруга или друг у нее понимаете и ты видишь смотри как у него все хорошо вы со мной понимаете о чем я говорю и на этом часто наши мозги просто срываются и ломаются где мы думаем что это вот смотрите как у них все хорошо не если вокруг нас все наркоманы и все там у всех все плохо то тогда нам хорошо что мы ходим в церковь а вот наш плод а когда у них все хорошо что делать вы со мной и что делать но это краткосрочный плод со временем мы должны определять а что же дальше понимаете поэтому я очень люблю наблюдать за жизнями людей я учился в техникуме и у нас была группа где-то около 30 человек и у нас была группа где-то около 30 человек вы знаете что я увидел и вы знаете что я увидел и вы знаете что я увидел там чего-то и мой отец всегда мне говорил ты должен быть начальником министром директором 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 но я почему-то всегда не удавался но со временем мой отец понял знаете что он понял он был у своего друга в гостях и посмотрел на его детей его дети уже выросли что-то добились и я помню после этой поездки он приехал домой и мы с ним общались и смотрю он смотрит на меня и он доволен тем что я есть он доволен что я шофер он мне все сказал почему ты ездишь на этой машине а я говорю папа мне нравится это свобода это свобода ты понимаешь свобода моя голова свобода целый день свобода я еду и я пою я слушаю проповеди и я молюсь и я кричу к Богу и я плачу иногда и я плачу иногда никто мне не мешает и при этом зарабатываю деньги наши водители меня понимают наши водители наши водители меня понимают и ему отец думал всегда что я какой-то ну что-то мне не хватает жизни понимаете но когда он побывал своего друга и увидел его детей и я смотрю он такой доволен довольный знаете почему потому что увидел характер детей своего друга и увидел характер своих детей и увидел своих внуков это моих детей и понял да ну его быть начальником и понимаете плод он приходит со временем и я помню как в одной церкви не буду ее называть я помню я помню как в одной церкви не буду ее называть дочка пастыря взяла микрофон и сказала да ладно и я не буду выходить замуж за какой-то сантехника ну и что не вышла замуж за сантехника она вышла замуж за какой-то певца или за кого-то там и развилась вот тебе плоды а вот вышла за сантехника жила бы до сих пор много бы унитазов на складе было всегда продавали их потихонечку я хотел сейчас поговорку придумать но не буду вы понимаете симпатичная подруга со временем со временем проявляется в одну большую проблему с начала все это кажется так красиво и хорошая работа и умная и подруга и все и детки есть и дом купили и кажется ну все супер плод давайте посмотрим какой плод я помню на Малорке рядом с нами лежал такой дедушка один он такой весь от солнца уже сморщился я говорю ты сколько лет здесь уже лежишь на Пляже как голос מצали он говорит три месяца и говорит дри ц嘗71 он говорит я всегда уезжаю на три четыре месяца и говорит я говорю а чё а жена где и я говорю а чего а жена где 男하신 нету яушен я дома я говорю и дети нету и детей нету 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 Я говорю, что ты вообще доволен? Он лежит такой на солнце. Да, доволен, вот солнце светит так хорошо. Вы понимаете? Моя собака и ту отличается. У нее хоть какая-то радость есть. Вы понимаете, когда я прихожу, он прыгает. А этот всю жизнь лежит на солнце. И говорит, я счастливый человек. Мы когда вот посмотрим, думаем, вот он счастливый человек. Три месяца на Малорке. Но на самом деле, ничего нет. Вы понимаете, ничего. Ничего. Он уйдет с этой земли. И толку, что он жил на этой земле. Ноль. Какой плод принесешь ты и я. Поэтому по плодам узнается дерево. Вы знаете, есть много людей, которые меня не любят. Которые меня критикуют. Которые меня даже обзывают. И как-то, ну, пускай они это делают. Это их право. И я на самом деле не всегда прав. И я где-то перегибаю. Манchmal übersпанно я что-то говорю не то. Манchmal sage ich falsche Dinge. Иногда веду себя неправильно. Вы знаете, что меня утешает. И вы знаете, что меня утешает? Все-таки, если я уйду с этой земли, мне не страшно. Вы знаете, почему? Вы знаете, почему? Потому что кто-то останется. Кто будет делать все лучше, чем я. Кто будет делать все лучше, чем я. Но который, но тот появился, но эти люди появились. Но эти люди появились благодаря мне. Благодаря мне. Какой плод мы приносим на этой земле? Что мы делаем? Какой результат нашей жизни? И это второй пункт. И это второй пункт. Время. И это второй пункт. Определяет плод. Это принцип. Это принцип. Время. Один человек как-то меня обвинял там сильно, писал мне письма. Ein Mensch hat mich beschuldigt, mich geschrieben. Александр, ты там такой, ты, стихой, ты. Александр, du bist so und so. И я для него написал стихотворение. И я для него написал стихотворение. Последние четыре года я стихи пишу. И стихами отвечаю. И это стихотворение называется «Время». Оно безжалостный судья. Время. Оно определит. Кто есть кто. Время. Оно рассудит. Это не стихотворение, нет. Я не помню свои стихи наизусть. Я бы вам прочитал сейчас. И у времени нет судей, понимаете? Вернее, адвокатов. Судей есть, адвокатов. И вот это интересный момент. И это интересный момент. Первый коринфянам 3, 13. 1. Коринфянам 3, 13. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть. Бог будет проверять дело каждого из нас. И я помню время, когда один из моих друзей. И я помню время, когда один из моих друзей. И я постоянно бегаю за ними. Ты что делал? Смотри мне в глаза. Губ мне в глаза. Знаете, это такое, мое предложение всегда было. Смотри мне в глаза. Губ мне в глаза. Мой друг говорит, ты что их гипнотизируешь, что ли? Ну, мой друг, как ты их гипнотизируешь? Но пока ребенок тебе не смотрит в глаза, нет смысла с ним разговаривать. Да, но если ребенок не смотрит в глаза, то нет смысла с ним разговаривать. Это я от удавов научился. Удав. Это шлана. Питон. Ах так, это я от питон-шланы gelernt. И он говорит, детям надо дать свободу. И он говорит, ты должен иметь свободу. Они должны иметь свободу. Ты из них сделаешь рабов. Сонс machst ты Кнешта из них. И они не в состоянии будут потом жить вообще на этой земле. И они не смогут ничего выбирать. Они не смогут ничего выбирать. Понимаете, время. Понимаете, оно потом показывает. Поэтому мы всегда должны определять, смотреть на плоды. Deshalb müssen wir immer auf die früchte schauen. Какие плоды произошли из какого-то воспитания. Welche früchte sind aus welcher erziehung hervorgegangen. Но вот это принцип. Das ist ein принцип. Никогда nicht слушai. Каких-то умных воспитателей. Знаете, по интернету. Какая-нибудь там женщина. Ну, здравствуйте. Es gibt im интернет, also hört nicht auf solche, möchte gerne klugen Erzieher. Ich möchte euch erzählen, wie man Kinder erziehen soll. Und mein Sohn, der hat so eine Delle in der Tür. Потому что ему 12 лет, ему надо куда-то свою Агрессию девать. Weil er ist 12 Jahre alt, und er muss ja irgendwo seine Агрессион hineinstecken. Und er nimmt immer was und haut es gegen die Tür. Und das ist cool. Потому что он так высвобождает свое Potenzial. А у меня бы, я бы один раз дал. И дверь была бы целая. И потенциал бы был. Und das Potenzial wäre auch da. Понимаете, все нормально. У меня свои методы. И они работают. Немножко любви. Немножко терпения. Немножко строгости. И все вместе. Und alles zusammen. Получится хороший ребенок. Вы со мной. Смотрите на плоды. Не слушайте этих рассказчиков. Hört nicht auf die Märchenerzähler. Где твои дети? Что ты рассказываешь? Я помню, когда кто-то из наших слушает семинар. Ich kann mich erinnern. Jemand von uns, von unseren, hört das so ein Seminar. Он говорит, семинар о семье. Ein Seminar, Familiен-Seminar. Какой интересный такой. О, wie interessant. Они прям слушают. И они hören, стоп, стоп, стоп. Смотри, кто это делает? Имя, имя, имя. Кто делает? Wer, gibt das Seminar. Гиб мне den Namen. И мне сказали имя. Я сейчас не буду называть его. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. И я такой. Вы его слушаете. Ihr hört den an. Вы что, ненормальные. Он бросил свою жену. Он бросил свою жену. С ребенком. Медкин. Женился на молодой девушке. Он уехал с Украины в Москву. И теперь делает семинары там. Он macht dort jetzt Familien-Seminары. А на Украине там жена его бывшая плачет с ребенком. А он семинары делает. Aber er macht Seminare. И все слушают. Und alle hören ihm zu. Знаете, почему слушают? Wisst ihr, warum sie ihm zuhören? Потому что мы не понимаем принципа. Weil wir das Prinzip nicht verstehen. Не слушай тех, у кого нет плодов. Hör nicht auf die, die keine frucht haben. Еще один важный принцип. Noch ein wichtiges Prinzip. Вы знаете, многие люди делают заявления. Wisst ihr, viele Menschen machen solche, я вам дам совет. So, kluge aussprüche. Und ich gebe euch ein Tipp. Ne делайте заявления, macht keine kluge aussprüche, которые вам не принесут добra. Die euch nichts gutes bringen. Вы знаете, есть люди, которые, вот мы вчера прослушали анализ пророчества. Gestern haben wir so eine анalyse von irgendeinem Prophetie angehört. Мы с женой ехали, надо что-то слушать. Мы с женой ехали, надо что-то слушать. И вот человек, которого я знаю хорошо, анализирует пророчества. Анализирует eine Prophetie. Зачем? У меня такой большой вопрос. Зачем? Und dann stelle ich mir die Frage, warum? Зачем? Warum? А я не буду анализировать. Ich werde es nicht analysieren. Нет, вот так в кругу друзей, да. Also im Freundeskreis schon. Но по Internetu нет. Aber im Internet nicht. А что, если я ошибусь? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? И все. Und das was? По плодам все узнается. Nach den früchten erkennt man es. Знаете, мы одnажды, ну, наша церковь, мы остались без духовного лидера. Unsere Gemeinde blieb mal ohne einen geistlichen Leiter. Духовный наставник, знаете. So ein geistlicher Mentor. Und wir hatten immer unseren deutschen Pastor. Aber wir wollten noch von jemand, von woanders jemanden haben. Und wir hatten einen geistlichen Apostel. Und wir waren hier durch die Gemeinde hat gepredigt. Und wir schauen uns, und wir denken, was das ist die Kraft. Was das ist die Kraft. Das ist die Heilung. Wir müssen seine Tochter-Gemeinde werden. Und wir fuhren wir auf den Gottesdienst. Und er machte diese Aussagen. Nach einem Jahr. Da-da-da-da-da-da. Und ich sagte zu meiner Frau, hör mal. Давайте говоримся. Lass uns eine Abmachung treffen. Nach einem Jahr fahre ich in seine Gemeinde und prüfe, ob alles so ist, wie er das gesagt hat. Und dafür liebt man mich nicht. Ich zähle immer die Menschen. Ich komme in eine Gemeinde. Und ich zähle die Menschen. Ich zähle die Menschen. Und wenn Menschen etwas sagen, ich определяю sie. Dann stelle ich fest, soatnoße mit dem Anzahl, oder nach dem, was sie gesagt haben, und nach dem, was sie gesagt haben, und nach dem, was sie wirklich gesagt haben ist. Und als ich dann dahin fuhr, und alles gezählt habe, habe ich verstanden, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und dann haben wir uns gesagt, nein. Das ist nicht das. Und das ist ein Prinzip. Никогда nicht следuj за человеком, folge nicht einem Menschen, der große Aussagen von sich gibt, aber mit der Zeit diese Aussagen nicht rechtfertigen. Wenn Menschen, besonders Pastoren, irgendwelche Aussagen machen, politiker, die sind daran gewohnt zu lügen. Aber wir sprechen jetzt über gläubige Menschen, und prüfen sie. die sind so weit weg. Das ist so weit weg. Die sind so weit weg. Der Herr kommt. Die sind so weit weg. Die sind so weit weg. Die sind so weit weg. Aber wir sind so weit weg. Und unspeich. от меня сейчас так один человек требовал чем война закончится что будет в конце ну скажи они хотят меня втянуть в эту глупую игру вы понимаете что будет я знаю что будет я им сказал что будет хотите знать чем все закончится вот я вам скажу все будет очень просто те кто верующие мы про верующих говорим сейчас вот про верующих я могу говорить но не спрашивайте меня что будет там какой кто победит кого убьет это вообще не моя область не наша область у нас другая область вот в нашей области я могу сказать одна категория людей которые влюбились в дома в машины в свои работы в благополучие они разочаруются и многие уйдут из церкви и будут обиженными полуверующими и некоторые из них вообще потеряют Христа и многие и другие и другие и другие которые отвлекаются на все что творится вокруг которых легко сбить с толку которые то в одну сторону то в другую которые реагируют на новости которые делятся на нации которые любят эту землю которые любят вот эту вот жизнь впечатляющую наше они тоже попадут в капкан потеряют свои служения потеряют своих детей и разочаруются в Боге молитвы многих не будут услышаны просто я вам говорю тысячи и тысячи людей будут разочарованы в своих молитвах потому что они не будут услышаны и будет третья категория и нам желательно попасть в эту третью которые не будут реагировать на то что происходит в мире которые легко будут подниматься над этим миром у которых братья будут по всему миру которые будут любить там где все ненавидят люди которые будут слышать голос божий а голос божий будет в простых вещах люди которых обличает совесть те которые могут просить прощения те которые прощают и те которые хотят жить вечно на небесах и не делятся здесь на группы на части на наших и не наших а те которые любят Христа от чистого сердца и стремятся к Нему вот они победят и это великая победа и это то о чем мы должны молиться это то о чем мы должны мечтать это то чем мы должны жить вот что будет в конце вот представьте себе апостол Павел сидит на камне и подходят к Нему там какие-то люди и говорят скажи Павел как ты думаешь про Римскую империю ведь козлы они оккупанты римляне эти паршивцы и Павел сидит и говорит да и я вам говорю однажды кесарь склонится перед евреями а мы евреи всех этих римлян мы их уничтожим и Рима не будет вот он сказал они такие вау наш человек проходит время и Павла приводит к кесарю но это факт он же попал потом к кесарю а тут павел был глуп и сидит на камне и рассуждает про римлян и думает про кесаря про царя и кесарь и про это римскую захватническую и вот он лицом к лицу и цесарь ему говорит ну что баптист христианин ну что что ты там про меня говорил что ты там рассказывал кто мы такие а повесьте его бегом вот так бы было с глупым Павел но мудры Павел он не говорит все что думает он говорит то что надо и потом пришло время и он встретился лицом к лицу с цесарем и он мог ему засвидетельствовать о великом Боге это наша сила и это мудрость Божия и это принцип плодов плоды знаете есть у нас часто желание с кем-то поссориться а принцип плодов знаете что говорит однажды ты с ним встретишься и он тебе нужен будет и ты будешь им нужны ой пожалуйста пропустите пропустите о пожалуйста лас мист 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 а что-то лицо ваше знакомое а это не вы меня тогда на парковке обругали а а как ваши соседи по квартирам думают о вас знаете когда я разбушуюсь я тоже бушую вы знаете когда я зюрне и я зюрне manchmal моя жена всегда говорит соседи а мы верующие плод да или нет что за плод если мы кричим мы верим висок христа а дома ругаемся как кошка собакой хочешь знать какой ты верующий определи по плодам своей жизни как людям вокруг тебя хорошо когда ты приходишь приходит мир или всегда кто поругается когда все работают вот на кухне у нас работают и ты приходишь всем легче становится или у всех настроение падает или кухня или стим какой принцип нашей жизни это принцип нашего жизни плоды фручты молодежь вы здесь юген seid и я надеюсь что вы сегодня что-то поняли не суди поспешно мой отец как-то строил дачу и он взял рельсы рельсы знаете по которым железная дорога ездит и он выпустил их на крыше вот так и они торчали где-то метра два за зданием и местные жители так как мы туда приехали в этот город они проходили мимо и я слышал как они говорили вот немец дурак железную дорогу на крыше строит баут sich на иезенбан на дах а потом немец дурак засунул туда досочек таки знаете они прям всовываются туда и у нас уже потолок есть и готовый балкон дурак не суди поспешно рихте не вошел посмотри что будет в конце иногда много таких красивых слов а в конце ничего и вначале вроде так все качается а в конце смотришь ого а в конце смотришь ого давайте встанем давайте закроем наши глаза и скажи Господь пусть твоя мудрость живет во мне помоги мне определять все по твоим плодам помоги мне самому и помоги мне самому принести добле брод в моей жизни в моих делах в моих словах и в моих поступках и в моих поступках пусть твоё имя прославится через мою жизнь и мою жизнь Господь наш Бог наш и мой Бог и теперь поверь в это поверь в это поверь в это поверь в это поверь что Господь поможет тебе глядь что Бог тебе hilft библия говорит кому недостат мудрости просит с верой и мы просим с верой и Бог даёт нам мудрость аминь 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 мудрость библия и оно будет особенное оно будет с какими-то проявлениями будет с какими-то проявлениями поэтому не смущайтесь что вы завтра увидите все узнается по плодам оно не так в но библия в аминь у как и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин